Мингус у нас барон шоколадного маньячества. Он же у нас оказывается маньяк, он любит у нас шоколад, а там значит засунута упаковка из-под белого шоколада конфет. Он туда унюхал, начал вытаскивать. Он еще маленький, дуралейкин. Вот видите там конфетки были, шоколадные конфетки, белый шоколад. Запах учуял, вот и роет носом там. Не то что бумажки интересные, а именно учуял шоколад белый. Сейчас покажу, кстати, какие они. Смотрите, вот такие вот. Вот. Петин сейчас к ним тянется. Не дам ничего. Вот он за ними и, как говорится, устремился. Там запах-то остался белого шоколада от шоколадной фабрики. Да? Нью. Чего тут лезет он? Это его морда. Это его попа. Это не для тебя. Это не для тебя. Мордень. Муж выкинул, там стоял шоколад, значит, который он у меня украл. Он говорит, не дам я ему. Потом зубы испортит. Потом зуб придется ему лечить. Он очень маленький. Но вот у него такие слабости. Шоколад. Ест только сухой корм. Пьет молоко. Творог не ест. Мясо не ест. Но это плохо, что мясо не ест. Это было бы очень хорошо для его этих... Какого? Лопастик такой. Ой, лижет меня. Иди, говорит, отсюда. Полизала и говорит, иди отсюда. Я тебя пометил. Он все метит на мой шоколад. Это не мы его брили. Это его бывшая хозяйка побрила. Мы его брить не будем. Он сейчас усиленно обрастает. Вот такой злюка. Он вообще похож на мингуса. на внешность. Такой он, это, пандюган. Вчера, значит, нашел вазу со стеклянными шариками декоративными. Начала туда их вытаскивать. И, в общем, они начали падать с первого этажа на второй в подвал. В общем, шумел он ночью. Я же говорила, ой, он такой спокойненький, спокойненький. Ничего, он не спокойненький. Но сейчас же еще такой юный. Ему уже только год и один месяц. То шторы мои дерет, то стены дерет, то мой вазон уже весь ободрали они. Мне надо его краской покрасить. Вот такой бандюг. Да? Бандюг. Ну, в общем, хотите собаку завести? Заведите вот такого, как наш Мингус. Вместо собаки будет. Только что хорошо гулять не надо с ним. Такой бандюган. Такой, как пудель. Прививки сделали. Ему еще осталось прививки сделать через 3-4 недели. Сказали. Там интересно, там такая семья пришла. Мужчина с женщиной с двумя собаками. Одна, значит, собака была пудель огромная, королевская. Так я так, пудель такой пришел в эту клинику, уселся и, значит, смотрит телевизор. И она такая, говорит, он, говорит, маньяк телевизора. Он, говорит, постоянно, говорит, у нас сядет, говорит, перед телевизором и смотрит, и смотрит, и смотрит. Самое интересное, этот пудель был похож на свою хозяйку. Я еще так посмотрела, ее лицо, его лицо одинаково. Так вот смотрится, как будто розовое. Но это не розовое, это серое. Ну, так прикольно. В общем, вот. Вот такой бандюг на шторах висит, везде прыгает. В общем, юное создание, юное. Не смотреть, что он такой большой, он еще юный. Манька уже поспокойнее сегодня, говорит, за Манька бегал целый день. Гонялся и пинал ее. Ну, Маньке нравится она, что так, тоже развлекуха ей. Сейчас не знаю, куда уползла, что-то спит она где-то. И так она все время сядет перед окнами, вон там вот, и, значит, охраняет наш дом. Такой наш беспорядочек. Вот он, что он там начесывает ухо. Ну, я уши у него посмотрела, у него уши чистые, никаких блох нету. Так он у него рвется с шоколадом. На туда не пойдешь. Все, хватит. Шоколадом и закончим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова